I have ways of blowing things up. Вещи, намёки и всё-всё-всё. То, что вы говорили, будь внимателен на этом этаже. То, что вы говорили, будь внимателен к камням. И то, что я находил записки, что у стекольщика где-то есть тайник. Я об этом жалел и всё. И тут, да, зашла речь о том, что когда ещё я только начинал играть в экзаниму, мне скинули скрин вот этой комнаты. И сказали, ищи эту комнату. Я благополучно забыл про этот скрин, потому что когда был первый этаж, и где мы сейчас, сколько времени прошло между этим. Но после прошлой серии мне напомнили. Слушай, помнишь, был там скринчик? Надо бы поискать. И я пошёл искать. И я нашёл это место. Оно находится здесь, в самом деле, на третьем этаже. Сейчас я вам покажу, где оно. Где у нас карта третьего этажа. Находится это место вот здесь. Вот это вот самая нижняя комната. В самом низу, самая нижняя комнатка. И тут вроде как есть секретка. Когда я уже пришёл в эту комнату, опять же, мне сказали... Мне дали просто скрин. Вот вот эта комната, ищи её. Но когда я сюда пришёл, очень сильно выделяется вот этот камушек. Он прям выглядит как кнопка, потому что все вот эти камни здесь плоские, всё здесь плоское. А вот этот... Камень. Я даже, кстати... Не знаю, как его активировать. Ха. Я хотел начать просто серию сразу же отсюда. Во! Двойным щелчком он активируется. Ха-ха-ха. А здесь у нас тайная комната. Ну что ж, это довольно волнительно. Пожалуй, первый секрет, который я здесь нашёл. Комната с двойным дном получается. Тут не что-то большое. Тут просто полочка и сундук. Итак, сундук. Шлем. Надев этот шлем, вы можете разглядеть окружение даже в полной темноте. Это тот самый шлем! Это тот самый шлем, про который мы с вами читали. Ага. Значит ли это что? Значит ли это что? Кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть с половиной. Тут только пять. На самом деле он похуже, чем наш. Во многом. И против колющего, и против... Во всём, по сути, он похуже, чем наш. Кроме покрытия. Покрытие одинаковое. Но! Так, кстати, тогда мы вот этот шлем тут выкладываем. Знаете, придёт следующий чувак искать такой... О, тут какой-то шлем. Странно. Почему он обычный? Получается, тут тайник стекольчика. Стекольчик был пройдоха. Это тайник стекольчика. Хорошо. Давайте мы его в самом-то деле оденем. И посмотрим, что случится. Наш шлем, который с лучшим покрытием, который для драк, он у нас остаётся с собой. Ну-ка. Офигеть! Офигеть! Я могу видеть полностью в темноте. Сейчас, вот секундочку, я снимаю его. Офигеть! Как игра поменялась-то сейчас! Ёлки-палки! Бам! Блин, как теперь всё хорошо-то стало! Так, тогда, блин, это прям в корне меняет дело. Милочку, насчёт ключей я ещё не знаю. Тогда в эту руку мы ставим щит. Факел у нас, конечно, будет, на всякий случай, если нам нужна будет уютная ламповая атмосфера. Но мы теперь ходим с двуручным мечом, и мы теперь всё видим. Офигеть! Как это всё меняет-то теперь! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Блин, вот это круто! Помните? Я не знаю, ребят, кто играл в Dark Souls, кто не играл в Dark Souls. Там есть такой артефакт, который... Ну, артефакт, шлем. Когда ты его одеваешь, ты можешь видеть... Ну, вот шлем-фонарик. То есть, можно ходить с факелом, но есть определённая лока, где с факелом не особо удобно ходить, и там нужен шлем-фонарик. Блин, я нашёл шлем-фонарик. Тут точно нету больше никакой секретной кнопки, ещё чего-то? Нет? Я уже сейчас могу ожидать чего угодно, хотя... Хух! Хорошо. Кроме того, что мы нашли очень крутефакт, немножечко жаль, что этот шлемчик похуже, чем наш, но тот эффект, который он даёт, надо будет просто теперь купол держать под защитой свой. А так... Блин! Ну что же... Ну что же, ну что же... Я думаю, теперь нам пора. Мы здесь немножечко подзадержались, но теперь нам пора. Если я правильно помню, карту нам вот сюда. До упора. Про другие секреты, если они здесь есть, я не знаю, и я не слышал, поэтому... Так, минуточку. Комнат... Вол, зачем это сделал? Комната с... Ага, теперь нам сюда. А прикиньте, если я сейчас... У нас же есть переход на следующую локу. Блин, реально так хорошо видно всё стало. Это просто офигеть. Знаете, пожалуй, такой шлем, он... Было бы круто, если бы нам его на втором этаже дали бы. Это было бы просто бомбически. Смотри, просто заходишь в тёмную локу, и всё видно. Такая тень от меча. Я говорю, ирония будет сейчас в том, если мы сейчас пройдём в портал... А там всё будет светло, и этот шлем будет не нужен. Он такой... Ааа, чёрт, зачем это подобно? А, и очки, кстати, мы не можем теперь одеть, да? Да. Очки мы не можем одеть. Блин, мой стиль пострадал. Ладно. Хорошо. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Ключики от третьего этажа. Я, наверное, сложу в шкатулку. Как бы потом в них-то не запутаться. Но мы уходим с этажа. Я подозреваю, что эти ключики нам уже не понадобятся. В смысле не вмещаешься? Хорошо. В шкатулке может вместиться пять ключей. Давайте этот в маленькую шкатулку положим. У нас будут шкатулки с ключиками. Так попроще. Также у нас есть вот этот... Оу, меч положи, пожалуйста. Кстати, а вот этот вот, он двуручный? Меч, лёгкий, хорошо. А, это всё одноручные мечи, кстати. Это всё одноручные мечи. Ага, тогда такой вопрос. Если это одноручный меч, могу ли я вот этот вот поставить во вторую руку и ходить с двумя оружками, не? Могу! А как это будет выглядеть? Неплохо, кстати, это будет выглядеть. Это два хороших меча. Давайте я, наверное, так и сделаю. У меня будет двуручка, и у меня будет длинный меч. Огромный. Хорошо, тычущий, кстати, у него практически отсутствует. Ну, тыкать можно всем, чем угодно, но он больше заточен именно на рубящие действия. Поэтому я буду ходить с ним. Так, ладно. По логике вещей. Из этого портала у нас лезет нежить. Там нас на выходе встретили два скелета. То есть, по сути, время от времени здесь что-то продолжает лезть из этой дыры. Ой, блин, нет, секрет это, конечно, очень крутая штука была, но теперь я просто не на шутку волнуюсь, что там будет впереди. А черт с ним, пойдемте. Я не знаю. Пойдемте, просто пойдемте. Единственное, что я знаю про эту штуку, то, что мне сказали, что очень сильно изменится геймплей. Очень сильно изменится геймплей. Как и в какую сторону, я не знаю. Вот этого я, пожалуй, наверное, тоже не ожидал. Я думал, что портал нас сейчас выбросит на... На какую-то улицу. Но, в принципе, это логично, что он находится в подземелье. Потому что где еще прятать стрёмные порталы? В подземелье. Только посмотрите, как изменился орнамент. Пола, стен. Мы теперь явно находимся не в какой-то подземелье-мастерской. Это подземелье какого-то замка. Посмотреть, как здесь все красиво. Это явно что-то очень дорого-богато. Знаете, как говорится. Это что, граната? А, это свиток. Мне показалось, секунду, что ты как граната. Как германские гранаты противотанковые были раньше. Ну ладно, кто понял, тот понял. Итак, свиток. Что это за ужасное место? Громоподобный глаз кричит мне что-то невнятное. Словно пытаясь командовать мной без слов. Как если бы хотел меня одновременно убедить и успокоить. Боюсь, что могу поддаться его воле. Этот странный шлем моя единственная надежда. Но он делает меня уязвимым. Еще эти постоянные вопли древних неупокоенных духов. Это присутствие и им не дает покоя. Так. Значит. Значит ли это то, что... Шлем найденный мной. Не есть тот же самый шлем, который защищает от воплей. Ну. Смотрите, как музыка здесь изменилась. Смотрите, как здесь поменялась музыка кардинально. Так. Есть проход. Есть. Калитка. И тут дверь. Погоди. Не открывай. Тут проход вверх, проход вбок. Давайте просто заглянем, что там в проходе вбок. Хотя бы представлять, с чем мы имеем дело. Тут комната, решетка. Решетка открыта или нет? Скорее всего нет. У меня такое подозрение, что нет. Она должна... Она открывается отсюда. Или вниз. А, вниз. Я что-то думал, что в эту сторону поворачивается. И там проход. Я вас понял. С-образная комната с решеткой и проходом. Там комната с дверью. Ау. Музыка очень, кстати, волнующая. Если что. Тут дверь. Тут дверь. И тут дверь. Я хотел сказать, что вот это вот выглядит как дверка в какую-то небольшую комнатку. И так и есть. Тут у нас просто поленница, так скажем. Музыка очень сильно изменилась. То есть, я думал, что или на каждом уровне будет меняться музыка, или музыка будет одинаковая. Но нет. Три с половиной этажа. Я не помню, кстати, на полуторном этаже какая музыка была. Ну, допустим, три этажа. У нас была одна музыка и одна атмосфера. Ну, грубо говоря, одинаковая атмосфера. Потому что, ну, естественно, комнаты очень сильно менялись. Но все это было выполнено в одном стиле. То есть, это был грубый камень, это были светильники, это были зомбари. Кстати, а кто здесь враги будут? Они же будут. Я не верю, что здесь все мирно и тихо. Отсюда скелеты лезли, если что. Тогда, ребят, выходит, что у нас эта серия с вами экспериментальная. Мы ходим в этой каске, в этом шлеме. Я надеюсь, вам будет не очень темно. Кстати, насчет темно. Погодите. Да, я пошел посмотреть, есть ли здесь гамма, чтобы сделать немножечко светлее. Возможно, я потом просто при редактировании видео сделаю его немножечко светлее. Или же вам будет нормально. Просто я знаю, что YouTube вытемняет. И с факелом вроде как смотрелось ничего. Давайте посмотрим, как будет ходиться с этим шлемом. Будет ли вам достаточно светло. Если что, говорите, пишите. Будем как-то это все поправлять. Потому что, ну, пока что мне хочется походить с этим шлемом. Это имеет смысл. Во-первых. Во-вторых, пока сейчас я копался в настройках, я обнаружил такую вещь, как чекпоинты. Это опционально. Их можно выключить и сделать персонажа хардкорным. То есть, умрешь. Умрешь. Все. Вот. По крайней мере, разработчики молодцы, что сделали такую опцию. Типа, хотите так играйте, хотите так играйте. Это очень круто, очень прикольно. Единственное, что эта опция такая махонькая, незаметненькая. И если не знать, что она там находится, в принципе, наверное, не догадаешься. Ну, мы играем, естественно, с чекпоинтами, если что. Вот. Ну, мне охота пройти дальше. Полное подыхание персонажа пока не входит в мои планы. Хорошо. Почему здесь две двери? Там везде была одна. Здесь у нас калиточка и дверь. Почему их здесь две? Что это за место? Это какой-то проход, кстати. Это какой-то проход. И здесь тоже дверка. Не забываем, что там у нас есть проход с решеткой. Его мы оставим, если что, на потом. Если я вспомню и вернусь. Что за комнатка? Вешалка! Урна! Тут явно какое-то высшее общество заседало. Посмотрите, стулья, кубки. Прямо все культурно красиво. Тут есть рубашечка, туника бархатная. Стулья подвинутые. Я даже стулья подвинуть не могу. Они то ли каменные, то ли еще что-то. Кувшины. Все такое красивое, тоже шикарное. Но здесь все ощущается реально по-другому. Я не знаю, как насчет геймплея, но здесь все ощущается очень сильно по-другому. Шкаф. Хотя он тумбочка, но он шкаф. Кувшин. Так, ладно. Люди тут пили вино. Два кувшина, несколько стаканов. Дверь сбоку, я не знаю. Давайте я открою, просто глянем, что там. Если там какая-то маленькая кладовая. Она закрыта? Аааа, вообще-то не кладовая. Или кладовая с очень дорогими припасами. Блин. Понимаете, я не могу пока найти для себя баланс. Слишком далеко, я чувствую себя неуютно. Слишком близко, когда к персонажу приближаю, я тоже чувствую себя неуютно, потому что я недостаточно вижу. Я пока не могу найти для себя баланс. Двери железные, кстати, а не деревянные. Ооо. Ну, пойдемте сюда. Блин, это коридор с дверями. А это комнаты, наверное, да? Да вы издеваетесь. Блин, он мне сразу калечие нанес. Он меня убьет. Тычок. Блин, у него какой-то меч хороший. Гляньте, он кроме того, что меня побил, он меня сразу покалечил. То есть он меня тыкнул настолько удачно, что двуручный меч тяжелый, двуручный меч обычный. Я не могу пока что никак привыкнуть-то к своему мечу двуручному. Так, режущий импульс. Ну, не знаю, мой получше немножечко. Разве что у этого есть проникающий. Он, кстати, этим довольно удачно пользовался. У моего меча нету проникающего урона. Блин. Печалька. А он мне довольно много хп-шки снес. Именно вот красного добавил много. Что ты здесь такого охранял, дружище? Блин, если тут будут такие скелеты. Боюсь, мне не поздоровится. Что, в этих ящиках ничего нету, вы мне хотите сказать? Это какая-то то ли библиотека, то ли еще что-то. Но здесь ничего нет. Кстати, я вот о чем подумал-то сейчас, а? Ключ, который мы подобрали у доверенной. Он очень сильно похож. Может, вы надо было к дверям попробовать? Ну, там же сказано, что нет. Там нужна комбинация, все дела. Но этот ключ очень сильно по стилистике подходит к этому месту. То есть он явно отсюда. Ладно, вот насчет этой комнаты я не знаю, что здесь. На вид вроде как ничего. Но если я что-то упускаю, потом скажите, пожалуйста. Просто стол в столе. Да, в столе может быть что-то. Столы у нас такие. Печать, кстати, например, может быть в столе. Блин. Скелет мне неплохо так накостылял. Я до сих пор под впечатлением. А тут у нас дверь сюда и дверь отсюда. Это выглядит как заседание старейшин. Тут явно сидели кто-то трое важных. И остальные здесь сидели, их слушали. Так это выглядит. О-о-о. То есть там у нас было больше именно как рабочие какие-то помещения. Здесь у нас... Блин, и все это... Я уже начинаю потихонечку путаться. О, дверь. Я дверь не... Я думал, что она открыта. Выйди, пожалуйста. Что-что такое? Тут все металлическое. Все такое прочное. Как говорится, на века. Ребята. Мне кажется, мне нужно вернуться. У меня такое четкое ощущение, что мне нужно бы... Уборная. Это умывальник такой. Фига себе. Ну, тут реально просто богатство. Ну, учитывая эпоху, когда это все происходит, это все бешено, дорого стоило. И причем во всем есть стиль, как вы видите. Оно все такое узорное, украшенное. Это выглядит, как считальные залы. Знаете что? За это время, пока я бегал по... Так, допустим, первой части этой игры... Так, каменные брюки. Ну, секундочку. За это время, пока я бегал по первой части игры, я как-то подпривык к той атмосфере. Блин, эти брюки-то получше, чем мои. Прям сходу. Опа. Да, меняем. Я подпривык к атмосфере той, которая там была. И она уже не казалась такой давящей или что-то такое. То есть, мне там было даже почти уютно. А вот сейчас мне не по себе. Очень. Прям очень. Из-за того, что все так вот... Холодно, так скажем, и официально. Но не в том смысле, что холодно, а в том смысле, что... Ааа. Ну что же. Тут нам прям, знаете, как в рекламе говорилось, жевать не переживать. То есть, ходить нам в этой крепости дофигища. С учетом того, сколько здесь осветлений и как здесь легко потеряться. Ну, тут легко потеряться на любой карте, когда ты в первый раз. Но здесь, почему-то, мне кажется, особо... Так. Те ящики, которые открыты, можно даже не лапать. Ну что, они уже открыты. Они уже облапаны. Такое ощущение... Что случился какой-то глобальный... Ну, грубо говоря, апокалипсис. То есть, все это когда-то работало, все это когда-то жило. Тут заседали старейшины, там работали работники, ремесленники. Все это охороняли солдаты, проводились эксперименты, были врачи и все дела. Но по тому состоянию, какое я вижу сейчас, оно все брошенное, разграбленное, схвачено в спешке. Кто-то куда-то убегал, кто-то, что-то это... Тут ходят скелеты. Ну, такое полное ощущение, что... Тут случился какой-то глобальный звездец. И я сюда пришел! Во. Во все это. Ох, елки. Кстати, вот я еще что подумал. Зомби еще хоть немножечко думали. Им было важно, как ты на них смотришь, что ты им делаешь, как ты их нюхаешь. И только потом, если им все не понравилось, они начинали тебя атаковать. Эти, короче, берут и просто сразу несутся на тебя. Просто сразу несутся на тебя. Блин. Вроде как места памятные, запоминающиеся, но их столько... Смотрите, сколько здесь дверей, сколько здесь всего... Я не знаю. А еще кто путает... Ух, он с бердышом. Он с бердышом? Валим. Мне кажется, он меня сейчас убьет нафиг. Он меня в угол сажал. Ай, блин, это было больно. Он быстрее меня! Почему он с бердышом быстрее меня? Ложный замах! Блин, он меня убьет сейчас. Я короткое оружие взял. Надо идти на сближение. Надо не дать ему преимущества. Он меня сейчас реально убьет. Он был с двуручным оружием и быстрее меня. То есть, единственное, что мне оставалось, это взять двуручку и пойти на сближение, на клинч. Ну, как бы, это... Полекс. Ну да, Палаш, по сути. Офигеть! Ты что такой прочный-то? Вы посмотрите на это! Кираса! Неудобство 4! 4, Карл! Я сейчас буду вообще как консервная банка тут бегать, да? Такой... Не, ну я его одену. Потому что тупо защита лучше. Против режущего лучше, против колючего лучше. Кстати, оно по половинке всего лишь лучше, да? Против дробящего, против режущего, против колючего. Везде лучше по половинке, но неудобство сразу 4. Минуточку! Будет ли меня мой перк сейчас защищать при этом всем, чтобы я по-человечески бегал, нет? Блин! Тут сейчас прям каждая драка на волоске. Платные наплечники. Лучше. Тоже по чуть-чуть, но лучше. И шлем, я думаю, тоже будет лучше, но шлем я не поменяю. Спасибо. Это я тебе. Спасибо. Наголенники. Наголенники. Кстати, а мои-то получше будут латные. Пара латных, пара БББ латных. Да, в этом случае мои лучше. Прям по половинке всего, но лучше, поэтому менять я не буду. А перчи? Перчи, перчи. А перчи такие же. Неудобства меньше. И покрытия меньше. Латные. А, у меня стальные перчатки. Это латные перчатки. Они похуже в режущем. Они похуже в колющем. Да, да. Не буду одевать. Спасибо. Шлем. Шлем. Шлем в сравнении с вот этим. Он, естественно, хуже. Чуть-чуть лучше покрытия. Ладно. Получается, мы у него только броньку отжали. Хорошо. Ух. Короче, драки сейчас стали реально очень нервными. Если что. Чувак с палашом, блин, выбежал. Такой. А-а-а. Это ящич. Это, типа, у нас эти. Да, там сундучок посередине. Ну, давайте заглянем. Тут у нас ничего. Тут прям реально ничего. А здесь? Вы посмотрите на это неудобство. Из желтого сплава тяжелый, но эффективный. Тяжелый, знаете, тут, наверное, ключевое слово, да? Вы посмотрите на это. Да, покрытия дофига, что круто. Потому что, минуточку, он мне еще и руки будет покрывать, да? Эй, так ли это? Сейчас посмотрим. Импульса больше. Отрежущего столько же. Отдробящего столько же. Отколющего даже меньше, чем то, что у меня. Причем, посмотрите на это неудобство. Он мне сейчас заменит и эти наручи, и всяк. Да! Дофига всего заменяет. Хочу ли я так? Я что-то не уверен. Он мне и наплечники заменяет. Минуточку, наплечники давали полторушку неудобства. Давайте я посравниваю, стоит ли оно того. Наплечники меньше давали. Хотя, почему меньше? Ну, режущего меньше давали. Да, импульса меньше давали. Так, хорошо. Отдробящего, отколющего столько же. На локотнике. На локотнике вообще ерунда, на самом деле, да? Ну, смотрите, если он мне вот эти вот статы, которые он мне сюда принес, он мне дает и на плечи, и на руки, и на торс, и на все, то, пожалуй, это неплохой обмен. Потому что, если меня будут бить сбоку, скорее всего, удар прилетит или по руке, или куда-то. Давайте я секундочку еще кое-что проверю. У нас общее неудобство сейчас два. Если я опять напялю на себя все вот это вот. Что-то у нас было вот это еще. У нас то же самое неудобство два и останется. Понимаете, в чем фишка? Но таким образом у меня руки будут защищены лучше. Миночку, перчатки я при этом не снимаю. Да, перчатки у меня остаются. А что у нас было с этой кирасой? У него какая латы. С кирасой у него разницы половинка колющего. А, импульса чуть поменьше у кирасы. Давайте, знаете, проведем эксперимент. Я это сейчас сделаю. То есть я, наверное, бригандину оставлю. Черт, я не хочу просто слишком много с собой таскать. Бригандина будет чуточек похуже, чем кираса. Я не буду пока смотреть тогда на удобство. Давайте эту штуку здесь оставлю. Возьму с собой. Блин, так, очечи и камушек надо убрать вот сюда. Тут у нас шлем. Тут у нас наплечники, налокотники, нарукавники и все, что только можно. Вот наша железость, грубо говоря, здесь. Походим в этих латах. Ну-ка, как мы в них деремся? Грубо говоря, мне не хватает скорости, кстати. Я сейчас этому скелету проигрывал в скорости очень сильно. Ключ! Ты охранял ключ, дружище! Теперь я понимаю, почему ты был такой жесткий. Ключ я, естественно, забираю. Тут у нас уголь просто. Уголь, да. Я думал, ты охранял кирасу. Причем ты сам был неплохо одет. Но ты охранял ключ, и теперь я понимаю, почему все так было плохо. Шкаф. Пустой. Конечно, он пустой. Потому что шкаф на меня выбежал, когда я... Что, по одному или это все? Нет, это похоже по одному. Давайте проверим. Тут шкафчики такие, да? Здесь можно хранить что-то. Ну, судя по инвентарю, который здесь открывается, здесь можно что-то... Хранить. Хух. Давайте без еще одного... Какой-то зал собраний. У-у-у. Дратути. Эта серия прям вся на эмоциях. Не знаю, я как-то... То... Я видел там дверь, я знаю, я сейчас вернусь туда. Мне... Мне просто интересно. Что тут происходит? Посмотрите, тут вся посуда... Ну, большинство посуды, всяк только выдержаны в синих тонах. Это интересно. Возможно, это будет иметь какой-то... Акцент в будущем. И еще о чем я подумал. Ну-ка, ребят. Двойные мечи, это, конечно, все весело. Но, судя по тому, как меня здесь избивают... Так, какой меч у нас там был лучше? По-моему, вот этот. Так, у... Легкий хорошо сработанный меч. И прекрасно сработанный полуторный. Полуторный, по-моему, длиннее. На него импульса чуть побольше. Хуже баланс. Но режущий получше. И проникающий такой же. Давайте я его, наверное, оставлю. Вот этот я пока уберусь сюда. И все-таки на его место повешу щит. Потому что... Я не могу махать ими одновременно. По крайней мере, пока что. Он ими может по очереди. Такие же удары я наношу по очереди. И одной рукой. То есть, по сути, раз, два. Но, таким образом, меня еще хоть немножечко будет прикрывать щит с одной стороны. Это будет на те случаи... Когда я сталкиваюсь с противником, у которого длинное оружие. Даже, знаете, я пока вот похожу в таком комплекте со щитом. Меня прям раскатывают здесь не по-детски. Ребята, кроме того, что ходят с длинными двуручными оружиями, так еще и... Оу, дверь была выломана. В эту сторону, снаружи. Сюда кто-то вломился. Судя по стульям... Угу, это интересно. Это случайно не ты? Ты. Вот и ключик мы использовали. Ёппарасыда! Ты кто вообще такой? Дверь закрылась! Он мне щит выбивает, просто... Не дает встать! Почему никто не сказал, что здесь будет подобное дерьмо? Ай, блин, он меня убьет сейчас нафиг. Я ему наношу там какие-то удары, да, но... Это что, было-то сейчас вашу за ногу? Как? Что? Как неудачно-то, что дверь закрылась? Что я должен был с этим делать, по-вашему? Я сейчас просто офигеваю по-королевски, знаете, как это говорится? Оно пошло туда, куда-то. И что мне с ним делать? Ну, то есть, да, я его ударил там два-три раза. А что мне с ним делать? Я его не убью. Ух... 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 У меня есть две хилки. Пойдемте. Скажи, что я сейчас офигел, это ничего не сказать. Я сейчас просто чуть не растекся в кресле, вы что? он меня тупо зажал и начал прессовать представьте у меня не было бы сейчас щита у меня был бы факел все просто триндец на месте был бы я видел просто по шкале щита сколько ударов уходит в щит пофиг я буду в боевом режиме приближаться вообще нужно теперь ходить в боевом режиме я не видел здесь ни одного мирного существа на этом этаже давай только не в дверях это он там ходит это коридор до из которого надо его зажать и вымотузить у него длинное оружие все до свидания привет чувак я слышно тяжелые шаги давайте без этого сейчас ох просто по башке рукой все и до свидания так двух скелетов муж а так если чё хватит ли меня на еще один бой я ничего не могу с ним сделать я просто ничего не могу с ним сделать ну как бы да я его ударил несколько раз то мне кажется мне кажется ему вообще посрать на это он просто напором берет офигеть и просто бахи голову раздавил но мне высаживает щит но у него явно импульс ну так скажем масса гораздо больше и чем не с этим делать я не хочу от этого бегать и не хочу стелсить эта игра не про стелс так надо во первых отхилиться я применил на себя большую банку может мне с двуручным то с ним походить а если она тут ни одно а она тут ни одно то зайди ты зайти сюда я не хочу биться с вами одновременно хух ну со скелетом разобрались хоть так и чё мне теперь с этой тварью делать то что мне с этим говном делать то теперь я же его не убью ну типа я его убью но я не знаю сколько я на это а вот кстати это место фух я пришел знаете что давайте я пока в другую сторону схожу он просто запертом к черту он такой сидит дверь которую я отпер я теперь понял откуда это было я просто зашел в тот зал где я проходил с другой стороны там где я сказал что это кладовая сейчас только до меня дошло вообще это был шорткат это не была секретка просто просто вот эта мудила ко мне пришло плохо очень плохо очень блин плохо куда я пошел это чтоб был переход на другую локу сейчас но с другой стороны я не хочу возвращаться туда черт но это много чего посмотрел я не знаю стоит ли мне сейчас возвращаться туда у меня нет карты и от того места и поэтому я не могу судить что я упустила что я не упустил но я явно нашел какую-то хорошую комнату где были доспехи где был ключ нашел шорткат побегал походил накинул кружок вышел сюда я не знаю что там еще осталось хорошо хоть отхилился полностью на то что у меня осталась одна хилка мне очень не нравится я пока пойду дальше я не знаю почему тут сразу был такой переход то есть он же явно был не скрыт ничего мы просто могли подойти дернуть рычаги черт вы вот это видите я не хочу чтобы они ожили я до сих пор не могу себя прийти такое знаете начало серии вот тут скелета это будет трудно середина серии к черту скелетов нафиг скелеты этих скелетов перебью уберите то медведя от меня это был явно оборотень как резко у человека может измениться мировоззрение на то что происходит так ладно давайте логически удары по той штуке проходили проходили значит теоретически его можно убить вопрос если это оборотень у него возможно быстрая регенерация и все вот эти удары которые ему нашли наношу возможно ему до лампочки пока мне не появится какое-то особое оружие если это не оборотень все равно у нас очень приличный шанс того что у него просто там 999 жизней и ты его будешь бить до послезавтра он тебя выносит с двух ударов может с трех у меня уронил на пол и просто добивочку по голове сделал бах и все я отъехал пойдемте сначала в маленькую комнатку давайте она тут будет одно давайте это будет какой-то босс или что такое я не хочу чтобы это становилось регулярным мобом вы чё меня это просто расплющит к чертям он шевелил он шевелил этой штука только что я видел или это мое больное воображение разыгрался папа погоди туда не пойду с другой стороны тут такой же чувак стоит если это все оживет просто будет апокалипсис задницы но кем это дверь под замком ищем ключ буковка пи в полной мере может отображать то что здесь начинает твориться полнейший пи ладно если что в математическом смысле 314 пи так что не надо мне тут тут своя тоже музыка игра очень сильно сменила оттенок как физически так и психологически я сейчас просто ты кто ты банка чернильница а это циркуль циркуль и чернильница молодец так я сейчас пытаюсь подумать вот более-менее в спокойной атмосфере сейчас пытаюсь подумать правомерно ли я употребил большую банку но да у меня жизни оставалось очень мало ты еще громче такой давай бах я здесь да вот так вот вот эти ребята меня напрягают учитывая что здесь знаете как в этом в резиденте ада говорил во втором резиденте здесь внизу ничего не умирает до конца кажется что вот эти статуи могут спокойно поживать потом здесь внизу ничего не умирает до конца ухты тут чертовы катакомбы не ну ладно к этому пора привыкнуть и жаловаться на подобные вещи глупо давай ты будешь ящиком нет и не ящик ты гроб какой-нибудь да смотрите чем дальше идем тем нелогичнее и нелогичнее становятся залы то есть до этого можно было хоть как-то при угадать предугадать здесь становится они округлые косые диагональные как хочешь лишь бы ты не запомнил смотрите никакой симметрии выйди пожалуйста никакой симметрии нифига просто какие-то загогулины вот такие похожие на двери естественно они ни разу не двери я не знаю куда мне идти там вне там была короче запертая дверь это наше ключевое место хотя на прошлом этаже запертая дверь была просто шорткатом для того чтобы наверное сбежать от этого помойного чудища дерьмодемон 2020 черт повери не в том смысле что он сделан из говнища том смысле на во что он тебя превращать они шевелятся смотрите это уже не первый раз они шевелятся хочу ли я попробовать его ударить наверное нет но мне кажется сейчас работает какой-то триггер и они тупо все живут твою за ногу ох ты ж ёлки-палки вы чё делаете я сейчас соберу дальше просто до свидания разойдитесь ага так ребят смотрите дело в том что я загрузился не игра выкинула error я загрузился и я попал вот сюда я не на вам или не видно они меня завалили не могу подняться игра меня загружать каждый раз сюда хотя я могу прокачать себе скилл да это это приятно например вот этот вот хотя толку мне с этого пришлось перезапустить игру меня загрузили в этом же моменте хорошенько потрепаным явно меня вырубили уже пару раз но по крайней мере живым и чем не делать там срабатывает скрипт давайте я хотя бы с одним из этих уродов попробую поп подраться что ли я не знаю теперь все там живые да дверь кстати в эту сторону есть но давайте я наеду на одного из них а а ему пофиг он живой но ему просто пофиг я его броне вообще ничего не делаю а тот скрипт который срабатывает кто такой вообще он их оживляет причем они после этого все начинают на меня агриться этому же я тоже ничего не сделаю да ну ему вообще пофиг как по мусорному бачку стучу так нет я тогда буду ходить со щитом чем и чем не делать и чё блин мне делать тут еще два этих васи их тут бесконечно то есть минуточку мой единственный выход это не триггерить ну то есть явная и с одним из них ничего не сделала потому что они просто более бронированный чем я могу пробить но эти говнори оживают я ничего не сделаю и все и все и мне задница так это какой-то человек это какой-то человек это уже хорошо если я от них отвяжусь с человеком я смогу справиться фишка в том что я от них не отвяжусь я их вообще ни разу блин не отвяжусь они мне тут грохнут и будет и будут не правы конечно но они это сделают и тут люди тут стражники везде это какие-то рептилоиды что ли ай блин ну рептилоиды я убил там там он ну а не ломятся то так латы шлем соурона эти эти ведра помойные сюда ломится если чё так ребят если игра сейчас вы говорить мне о том что все что ты будешь делать это теперь просто бегать от всяких кусков дерьма то блин ну не знаю это не прикольно рептилоиды кстати они убиваются они ну как бы нормально так а чё делать с этими жестяными ведрами я не знаю как бы да они большие неуклюжие от них можно сбежать но это же блин вообще ни разу не весело я не люблю такое чтобы вот может мне по я просто теряюсь догадкой все что мне сделать чтобы их убить причем насколько я понял что они просто оживают при каком-то с определенным скрипте но становится они потом на место или нет я вот этого не знаю и как по серия ты чё делаешь со мной вообще игра прекрати ха 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 они чё уже там за дверью чё это за фигня вот это вот вот это вот это чё это что-то синее есть ли логика использовать вот это его вообще нельзя использовать это просто камень да так милочку печать выдаваемая поверенным представляет закон от это ее можно открыть только поворачивая 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 кольца в определен мне нужно найти этот замок который будет поворачивать кольца тут явно какая-то магическая фигня творится блин я вообще сейчас выбит кстати давайте посмотрим что у него за бердыш был ну вот это пика спетом да неплохая пушечка такая именно пуш на 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 то чтобы толкать кого-то ну вот этих чуваков с длинными с длинным оружием нужно просто заходить с ними в клинч и не давать им размахивать стоишь щитом его прессуешь и вроде как справляешься на прошлом этаже со скелетами такой это на тот случай если противник твоего размера если противник ни разу не твоего размера это не работает блин я тут заперта не там они убили рептилоида и чем не делать алебарда баланса вообще нет огромная алебарда из цветового металла слишком тяжелая велика чтобы использовать в качестве оружия алебарда у нее единственное предназначение это быть оружием ты сюда пройти не сможешь черт сможет смог посмотри с какой скоростью они бегают ай ай блин так хорош валим по кругу минуточку я думал рептилоид тебя убили а кого там убили там другого рептилоида затоптали что ли нет блин догнал или этот или это другой рыцарь к стоп да да я побежден я согласен все свалите от меня не на этом же месте только от где мой меч вот мы меч стоп это рыцарь один что у тебя есть хилочки так кристалл ярко светящий с голубым свечением это один из рыцарей а как ты сдох тогда я думал это хилочка ну посмотрите она же явно но же явно подходит они сами они типа сами тебя изобили я думал что это рептилоид это не рептилоид это вот за мной гналась два бугая и рептилоид 1 бугая рептилоида я там запер почему их называю рептилоидами не знаю просто мне показалось что они шипят как ящерицы я могу быть просто сейчас ошибаться как за нефиг делать 1 1 сдох как один из рыцарь твою за ногу идите вы нафиг он меня просто толкает я думал вы своими там ничего нет ладно ну меня тут заколбасили понятно я хотел обыскать эту штуку не получилось расходитесь все ну я сейчас потрачу последнюю хилку скоро и на этом все закончится вот что меня волнует у меня опять пол жизни осталось как вариант что я пришел сюда рано что нужно вернуться к нашему волосатому другу и попробовать поговорить с ним понятно до свидания там эти уроды опять они опять начнут за мной бегать тут тоже самое нет тут коридор коридоры меня уже больше вдохновляют чем залы не знаю ребят вот эта фишка сейчас по лично по моей морали ударила очень сильно что блин электро ловушка она меня убьет да я даже я даже не пойду туда еще у меня такое ощущение что она мне не просто убьет а просто прям навсегда убьет я улечу на загрузку кстати где будет загрузка тупо для эксперимента давайте попробуем да не навсегда но и покалечила и дала дэмэджи может в них привести сюда и поджарить попробовать но они меня вытолкают просто на эту ловушку не мне не получится маневрировать не получится маневрировать вспоминая о магиях которые здесь есть магии которые дают тебе возможность успокоить мозг и сюда я попробую я все равно против тебя ничего не могу сделать давай хотя бы попробую нет нет да блин я туда уйди в эту сторону почему здесь нельзя никак не толкнуть ничего фишка в том что я вообще ничего сделать не могу вообще просто ноль ну типа мне еще осталось парочка смертей до загрузки но это такое себе а чё за кристаллы которые из них минуточку мне хотите сказать что это просто доспехи ходячие я не знаю что дальше делать это все это все я по этажу передвигаться не могу меня тут мочат выйти назад я уже наверно тоже не смогу потому что мне просто не дадут скорее у меня были подозрения что это все живое и двигается но подозрение это конечно хорошо как только ты заходишь в зал активируется скрипт валим я хочу попробовать хоть одного из них заманить на эту электрическую ловушку меня убило а его нет его это остановило я что живой еще что ли нет все мы побеждены да я этому очень рад что с этим придурком почему он там стоит его закоротило или нет я не пойму он вроде как туда попался и он перестал после этого за мной бегать почему и несказанно рад но второй чувак ну то есть даже если я мог бы их выманивать по одному и что-то с ними делать я просто ничем сделать не могу вот чем проблема все ребят давайте тогда на этом моменте серию заканчивать я в полном афиге от того что происходит жду ваших советов ваших высказываний реплик я не знаю что делать дальше то есть раньше у нас обычно был на конец серии был какой-то план вот мы дальше пойдем сюда мы пойдем сюда мы сделаем то то мы сделаем все это кстати этот камушек ничего не делает он тоже торчит подозрительно а сейчас я просто мы тут наши полномочия все ладно допустим я понимаю что вот эти ловушки они должны или выключаться или ходить вверх вниз судя по тому какие там желоба у них видите то есть их нужно ли выключить или передвинуть или еще что то возможно их нужно передвинуть выше я буду пробегать под ними они будут жарить вот этих уродов я не знаю пишите ваши мысли ваше соображение по поводу оборотня ваши мысли ваше соображение по поводу того что делать с этими уродами как вообще проходить этот этаж что тут делать дальше потому что у меня есть теория о том что наверное не надо было уходить с четвертого этажа там где бегал оборотень нужно было просто немножечко еще поколупать его потыкать не знаю может получилось бы его убить и там бы возможно нашлось бы какое-то оружие которое мне помогло бы не знаю какой нибудь инопланетный бластер еще чего-нибудь которое помогло бы мне сейчас и такое ощущение что я сюда пришел рано но если я сюда пришел рано как мне теперь отсюда выйти кроме того что просто по коридору ходить небезопасно я теперь не знаю как отсюда выйти я полностью заблудился и вот это уже казец я сейчас специально не буду записывать следующую серию я подожду ваших комментариев ваших реакций и тогда мы с вами уже будем решать что делать дальше у меня начинает появляться подозрение что это прохождение я нафиг просто запорол если я пришел перескочил случайно через четвертую комнату и пришел сюда слишком рано я теперь отсюда не выберусь сюда я пойти не могу потому что там эти придурки и они активируются как только я захожу в комнату с другой стороны мы из одного из них я не знаю как он сдох но из одного из них мы вытащили вот такой кристалл но что он делает опять же ни разу не понятно все ребят на на вот такой вот немножко печальная ночь я заканчиваю серию пишите жду ваших советов комментариев и увидимся тогда в следующей серии спасибо что были с нами всем удачи добра по праву все молодуши и всем покеда спасибо спасибо спасибо